Приветствую, уважаемые. Вот вы меня постоянно спрашиваете, что делать, какой плеер брать. Вот у меня есть телефон, мне не нравится звучание, хочу чего-то большего, но плеер не могу понять какой, платить много денег не хочу, да и плеер дополнительное устройство, в общем, что делать. Делать можно одно, это купить внешний усилитель для наушников. Штучка маленькая, штучка недорогая и в принципе позволит вытащить из вашего агрегата больше, чем вы думаете. В частности, сегодня я вам покажу, пусть не новую, но зато весьма дешевую версию от FIO. Поехали! Во-первых, этот усилитель действительно маленький, чтобы вы поняли разницу, вот вам, пожалуйста, обычная пальчиковая батарейка и она его больше по всем измерениям, даже если в толщину мы посмотрим, вот пожалуйста. Значит, сам усилитель вроде как такой вот квадратненький, но здесь много чего интересного спрятано. Во-первых, довольно неплохое решение с индикатором заряда оставшимся, ну и вообще работает еще такая синенькая штучка, светодиодик. Там же может быть красненький, если он уже почти сдох или заряжается. Здесь у нас переключатель режимов работы эквалайзера, да, здесь есть эквалайзер, аж целых три штуки. И включение-выключение, то есть наверх подержали подольше, он выключился, но, соответственно, просто на один раз вверх, коротко, это переключение режимов эквалайзера. Режим эквалайзера отмечается вот этим маленьким светодиодом, то есть переключили красный, синий, ну условно красный-синий, потому что там два диода горят одновременно, и выключен. Лучше, конечно, в выключенном состоянии. Здесь у нас то, что мы подаем на вход, здесь у нас то, что мы получаем. То есть сюда мы втыкаем наушники. Здесь, соответственно, зарядник мини-USB, да, все-таки штучка-то не очень актуальная с точки зрения времени выпуска, то есть там 11 год, а сейчас уже 15 января, но тем не менее, все в комплекте есть. А если быть точным, вот такой у него набор. Здесь кабель для зарядки, то есть USB на мини-USB, маленький проводочек, очень удобно, если вы все равно рядом его держите с плеером, с вашим телефоном. Длинный проводочек и вот такая вот клипса для ношения на ремне. Кстати, их аж две штуки, то есть ребята поняли, что мало ли сломается, мало ли потеряется, лучше положим дополнительную. Молодцы! Ну что я могу сказать? В этой маленькой писюльке заложено, в общем-то, довольно большое по возможностям решение. С одной стороны, мы получаем около 17 часов усиления вашего звука через эту штуку и получение этого самого 17-часового качественного звучания. Во-вторых, здесь есть эквалайзеры. Конечно, их там три варианта, да, то есть там красненькие, синенькие и красно-синенькие или синекрасненькие. В общем, я, конечно, не могу вам советовать пользоваться чем-то одним. Я бы предпочитал слушать на нейтральных настройках, все-таки это минимальное вмешательство в звук, то есть минимальное какое-то повреждение. Мы же боремся за повышенное качество звука, поэтому давайте его не трогать по максимуму. Что еще могу сказать? Есть у него возможность подключить специальный кабель под iPhone, то есть чтобы iPhone сразу отдавал по цифре с помощью специального кабеля через свой разъем вот в эту маленькую штучку, и уже штучка работала как внешний усилитель. То есть мы проходим усилительный тракт у самого смартфона. Да, вот такая тоже есть возможность. Штука стоит явно не как новый плеер, а заметно дешевле, и это вполне себе хорошее решение. Да, я понимаю, надо таскать маленькую вот такую вот штучечку. Да, ее надо заряжать. Но с другой стороны, вы получаете реально лучшую картину звука. То есть там была каша, условно говоря, совершеннейшая. Сейчас вы слышите разницу между флагом, там, и MP3, например, на хороших наушниках. Да, вы уже начинаете слышать, где какой инструмент, уже лучше их локализовать, они разделяются по партиям. То есть нет вот такого вот скомканного звучания, а есть вполне себе приличное звучание. И поверьте мне, может быть, это именно то, что вы искали. Может быть, вам большего-то там, например, при походе в магазин, прогулки по городу и не нужно. И вы при этом не потеряете много денег и не упрётесь в аудиофильство. Конечно, если вы аудиофил, вы уже явно имеете какой-то плеер, какое-то устройство для качественного воспроизведения. Для всех остальных, вот, пожалуйста, вполне себе решение. Ну и что, что он старый, зато работает хорошо. Всё, на сегодня всё. Я прощаюсь с вами, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok